КОВИД-19 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 помогли кислородную разводку провести, так и методически. Наши студенты стажировались в военной медицинской академии, перенимали практики, как лечат в Петербурге. Студенты на время пополнили штат, а общая беда сплотила весь коллектив, как никогда. Студенты у нас работали медсестрами, их было 10 человек. И у нас было 18 врачей-стажеров, врачей-ординаторов. Со своей задачей хорошо справлялись, получили богатый опыт. Надеюсь, что, может быть, кто-то из них вернется к нам. Когда закончилась наша работа трудная, можно было сказать, кто-то, может быть, уже и привык, коллективу привык, кто-то и не хотел уходить оттуда. По сравнению с крупными больницами в районных кадров на порядок меньше. Но эти врачи доказали, большую беду можно победить и малыми силами. Главное – разработать правильную тактику. Задача была собрать лучших сотрудников и самых грамотных. И для пациентов, в отличие от городских учреждений, 200 коечных, 300 коечных, 65 коек, создать домашние условия, найти подход к каждому. И что нам удалось. Даже нам писали благодарности. Из других районов нам были очень благодарны больные. У нас есть газета районная наша, Нива называется. Даже писали туда благодарности. Когда в марте месяце у меня заболела мама в городе Курске, я понимал, что лучше нашего отделения Советской ЦРБ Индии не пролечат. И я ее отвез в наше отделение. Теперь самые сложные трудовые будни позади. Врачи и медсестры выдохнули с облегчением. Как в городе, так и на селе. Только вот бдительность все равно не теряют. Ведь пандемия до конца еще не отступила. А потому, что бы ни произошло, эти герои в белых халатах всегда на чеку. Готовые вступить в новую схватку с невидимым врагом. Субтитры создавал DimaTorzok